Всем привет! А у нас спарринги закончились, в легких весах сейчас начнутся. Кому интересно сколько время у нас, у нас 12 часов 5 минут. Здоровью спасибо, слава богу. Ребята, ребята, всем привет большой. Я отработал, вышел к вам на 5 минут, чтобы вы не переживали, что я не тренируюсь, а сижу в эфирах. Так что просто чуть-чуть напомнить про себя. Это наши все малыши, с которыми отработали тренировку. Кого-то вы знаете, кого-то не знаете. Сейчас спарринги ребят были. Вот наши спаррин-партнеры. Хороший парень сейчас будет драться с благой Ивановым за пояс. Тибао, Тибао, Тибао где-то был здесь. Вот еще малыши, вот наш еще парень, еще парень, еще парень и Вилл Брукс, и Кинг Мо, и наш Стив Мока. И наш Барумпа, тренер по джиу-джитсу, Нин Саров. И наши чемпионки UFC со всеми девочками. И еще ребята. Ребят, нормальное отношение к русским. Тут зачастую относятся не к человеку. Вот там комнатка со стеклом. Там Джоанна Экжейчик работает. Вот. Шангал. Я не знаю, как Александру везет, мне нормально. Это пацаны в шлеме, вы не узнаете. Бам-бам-бам. Это вам большой привет от... Блин, от Дастина Парье. Это был Парье в шлеме. Стив Мока вообще как бы по борьбе ребят, по рестлингу, но не все тренировки с акцентом на ММА. Андрюха Орловского сегодня нет, он вчера тренировался. Сегодня его не было. Как спарринги проводим? Нормально проводим. Сейчас провели. Еще один пацан с классной прической. Сейчас будет в Нью-Йорке драться. А ты где? Ты чего костишь? Блин, без тебя так тяжело-то не рвалось. Давай. Масик дал прическу какую-то. Отрастил у росомахи. Ему идет. Артем Могнев слышал, конечно, про Нижневарку. У меня нормально. Более-менее с географией. Может не пятерка, а четверка твердая есть. Кто это был? Это был, блин, ребят. Масик дал. Он сейчас будет драться. В Нью-Йорке тоже. Самая вкусная вода. После тренировки всегда. Прохладненько. Холодную нельзя. Как бы вам не хотелось. Как бы вам не хотелось холодную. Не советую. Мне не советовал тренера, я вам не советую. Стой, стой. Главное, чтобы я мог найти бои своего соперника, ребят. Поэтому я их нашел. штучек пять. Сейчас чуть-чуть просматриваю. Ребят, диета у меня абсолютно не жесткая, потому что летяж. Но какие-то вещи я, конечно, либо не ем, либо ем очень мало. Славности достаточно мало ем. За последние пару месяцев, наверное, вчера съел пол шоколадки. Так, могу конфетку одну съесть там в витрину. Не особо больше. Естественно, как я уже говорил, после еды никогда нельзя есть фрукты. Суп вы поели больше, там, я не знаю, все что угодно поели. После них никогда нельзя есть фрукты. Потому что у вас сразу пойдет набор веса. Все думают, я поел там каши, мясо, все остальное. Съел яблочко и все хорошо. Ни хрена. Самое лишнее здесь яблочко. Ага. Какой-то прикол, что мы этого не знаем. Вот я и есть менеджер. Да, менеджер у меня есть. В команду хочу перейти. Предложите. Будет достойно команду. С удовольствием присоединись. Ну что, поддержка очень нужна. Уши сломали меня. Не знаю. Зачем мне сломаны уши. По поводу воды 50 на 50 процентов все считают. Вот. Я думаю можно пить, но не очень много пить воды. Вы напишите, когда бой. Ребята, забейте, блин, звук кугли, когда бой. В каждом эфире отвечаю раз 15. 14 ноября в Нью-Йорке. Почему нельзя фрукты? Потому что сразу станешь толстым. Вся глюкоза сразу после еды, если ты кушаешь, она останется в Тибет. Причем очень быстро сахароза зайдет сразу вам в пузо. Ребята, выглаз в Ахмат мне не предлагали. Я общался с ребятами из Ахмата. Мы там пару слов переговорились. Обменялись, так сказать. И с тех пор Ахмат молчит. Говорит, мы пока не будем говорить, что сказал Ахмат. Потому что вы рассмеетесь. Короче. В общем, смешной очень был ответ. Ребят, бой оба не смотрел. Сложно попасть в Ютью? Нет, конечно, не сложно. Давай 10-15 побед подряд, без поражений, с хорошими соперниками. Тебя наверняка смогут отписать. Я не знаю, как ответить про охват, но в принципе смешно, ребята. Я не знаю, что такое Лега Легенд. 12 дней? Окей. 4 November. Нет, конечно, не натощак. Зачем натощак? Все, ребята. Мы отработали спарринги. Хорошие поработали. Поработал с Альканаром сегодня. Хороший парень очень. Бразил 115 килограмм. Сейчас дерется с Бабу Ивановым, я уже сказал. Вот. Чуть-чуть с ним ему поработал. Чуть-чуть с Грег Харби. Я там молодой кабан, такой 135 килограмм. Огромнейший кусок мяса просто. С сумасшедшей скоростью. Вот. Ну вот я на одну заплату без спонсоров. Появятся спонсоры. Обращайтесь с удовольствием. С достойным клубом буду дружить, сотрудничать. Ни один клуб еще не может сказать, что я про них плохо отзывался, пока я был в этом клубе. Лега Легенд. А, ну Лега Легенд. Сейчас вот Белла Тор немного уже. Лега Легенд. Сейчас вес 110 килограмм, как и был. Сколько планировать вступать, не знаю. Хотели бы в М1. В М1 мне последний раз предлагали 5000 долларов гонорар. Я считаю, что это, в принципе, издевательство со стороны М1. Поэтому не хотел бы М1. Пора мне дать бойца 105. Сейчас подерусь и будет видно. Пора мне давать лень пара, ребята. Много ли денег платят за бой? Забейте в интернете. Это UFC после каждого боя выкладывает гонорары всех-всех-всех бойцов на этом турнире. Там все по-честному написано. Сам мне предлагал компанию Спортпит для команды. Ну, одним-двум мы обращались к командам. Они сказали, у нас нет денег. Вот эти команды. Больше мы никому не обращались. А Спортпит еще что-то. У меня расходы в месяц 4-6 тысяч долларов, ребята. Поэтому мне нужно, чтобы, если бы был спонтер, то он закрывал этот расход. Там Спортпит еще кто-то? Нет, не могут закрывать. Они могут мне давать Спортпит. Мы дружим со многими там магазинами, компаниями, производителями. Либо реализаторами Спортпита. Со Спортпит у меня более-менее все время нормально. Всем успехов. С Богом. Всего добра.